Аллилуйя, дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Мы только что слышали сейчас мощное свидетельство о том, как Господь коснулся нашего брата Андрея, моего друга, и как он изменил его жизнь. И каждый раз, когда он вспоминает об этом, он плачет. Представляете, насколько это трогательно. Он прямо через слезы это говорит, потому что это настолько трогательно. Это самые-самые чудесные моменты, когда ты, считай, брошен, ты никому не нужен в этом мире. Тебя находит Бог, благословляет твою жизнь, заботится, показывает тебе свою любовь. И Он тебя постепенно исцеляет так, что ты из отверженного человека отброс просто читает. С тебя снимают это клеймо, это проклятое клеймо, и дают тебе новое имя, любимчик. Представляете, любимчик. И у тебя семья есть, у тебя много братьев и сестер есть, у тебя папа и мама есть. И все это в духовном мире, это все есть. Мы не можем судить людей, почему они так сделали, почему моя мама так сделала, почему мой папа так сделал. Потому что и нам этот экзамен предстоит в жизни. Но самое главное, это найти Бога в своей жизни. Тема проповеди называется «Цель Евангелия». Итак, Евангелие – это радостная новость. Евангелие – это радостная новость. Из-за того, что Евангелие – это радостная новость. Цель Евангелия – сделать тебя радостным. Знаете, когда человек натворил много преступлений в жизни, много грехов, и ему иногда, знаете, он знает, что он преступник. Он знает, что если его поймают, его будут судить. Его накажут. И вы представляете, что некоторые люди находятся в разной стадии преступления. Библия говорит, что мы все люди согрешили и лишены славы Божьей. Все люди согрешили. Вот одни люди согрешили и не знают, что их ждет суд вечный. Ну, уже на небесах. Другим людям пришла повестка, что вам нужно пойти в суд, что у вас есть преступление. А есть категория людей, которые нагрешились, много сделали преступлений и зла. И им приходит сообщение – все аннулировано, в базе данных все стерто, все ваши преступления, абсолютно вы как будто новорожденный. Он такой, это что, прикол, что ли? Это что, 1 апреля или ты что? Человек знает реально. Я грешен. Я грешен. У меня столько грехов, у меня столько преступлений. И ему приходят подтверждения. Все оплачено, в базе данной все чисто. Криминальный регистр, чисто. Стоит ваше имя, дата рождения. Правда, другие уже номера в дате рождения. Рождение свыше. И вы получаете полное освобождение. И знаете, человек, который знает, что ему надо идти в суд, он знает, что будет суд. Он не может жить, знаете, мирно, общаться с друзьями, ходить, слушать пение птичек, наслаждаться зимней погодой, солнечной. Он не может. У него стресс. Меня ждет суд. Меня вызвали в суд. Меня будет суд. Суд за все преступления. И это напрягает. И вот Евангелие, Евангелие, чтобы мы все знали, это переводится радостная весть о том, что ты новый человек. Это радостная весть об Иисусе. И Иисус это та личность, которая пришел с неба на землю, чтобы изменить всю твою жизнь. Простить все твои грехи. И знаете, что? В теории, можно так сказать, он все это уже сделал. Он простил все наши грехи, все наши преступления. Нам нужно в это поверить и попросить у Бога прощения. И тогда теория соединяется с практикой, и вы рождаетесь свыше. Однажды это произошло в моей жизни. В жизни ваших это произошло. Многие верующие могут иметь радость только в начале, когда они поверили в Бога. Вот эта начальная радость, что Бог простил твои грехи, или тебя Бог исцелил, или Бог тебе как-то помог, Бог тебя реально от чего-то избавил. И человек имеет такую радость, он имеет свободу, он знает, что все, он никому ничего не должен. Он свободная личность. Но потом в процессе он может эту радость растерять, потерять. И Евангелие это актуальная тема для каждого дня в жизни верующего. Такого нету, что Евангелие я слышу только, когда мне проповедуют. Теперь я могу стать тем человеком, который проповедует Евангелие. Если я хочу радость, то я не просто говорю, Бог, наполни меня радостью, я и так могу тоже помолиться. Бог, пощекоти меня, мне так что-то скучно, как-то депрессивно. И думаете, что Бог придет, оставит свой трон, придет пощекотить. Бог скажет, иди проповедуй Евангелие. Иди расскажи радостную весть людям, заключенным. Знаете, сколько людей сегодня заключенных? Знаете, сколько людей одержимыми бесами? Они улыбаются, но в душе у них большая проблема. Они как захваченные террористами люди живут. Не имея мира, не имея покоя. Сколько людей сегодня имеют болезни? Сколько людей сегодня имеют страхи? И им нужно освобождение. И вот представляете, Бог предлагает каждому верующему, даже не предлагает, а повелевает, проповедовать Евангелие. И когда человек проповедует Евангелие, он напрямую соединяется с радостью. Если мы хотим иметь радость, нам нужно иметь отношение к Евангелию. Почему? Потому что сам Иисус все свое время проповедовал Евангелие. Радость и мир – это атмосфера неба. Вы знаете, на небе нет угнетения, на небе нет депрессии, на небе нет долгов, на небе нет «ты должен», на небе нет, что тебе надо искать работу, тебе надо искать учебу, тебе надо что-то добывать, тебе надо как-то выживать, этого нету. Там нету стресса. Там мир, то есть у тебя нету переживания. И у тебя радость. Вы на небесах не увидите ни одного печального лица. Если вы сейчас сможете каким-то образом увидеть небеса, и что там происходит, вы увидите абсолютно всех людей счастливыми. Если вы спуститесь в ад, вы увидите абсолютно всех людей несчастными. Там нету разницы. Кто-то там, например, просто задумчивый такой сидит. Чего-то я в ад попал. Жил, жил, жил. Бац! Машина сбила в аду. Что еще? Там нет такого. Когда человек попадает в ад, сразу идут мучения. Все, больше не остановить это. Это беда. Это беда самая страшная. Но если человек попал в рай, его удивлением не будет конца. Он будет думать, я в раю. Я в раю. Здесь так хорошо. Здесь так классно. Здесь так счастливо. Да, потому что там атмосфера радости. Атмосфера Бога. Евангелие пришло на землю с небес. Луки 2, 10. Когда ангел пришел к Марии, он сказал, ты зачнешь, родишь Иисуса. И потом ангелы пришли к пастухам на поле. И сказали, радуйтесь. И вот здесь мы читаем. И сказал им ангел, не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость. Я не возвещаю вам просто чуть-чуть. Вам зарплату увеличивают на 15 центов. Это никакая не радость. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Евангелие сегодня может достигнуть каждого человека, если мы все поймем, что мы получили радость. И мы можем радостью поделиться. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель. Нам всем нужен Спаситель. Нам не просто нужен определенный президент. Нам не нужно какое-то, знаете, достижение какое-то. Нам нужен Спаситель, Который есть Христос Господь. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава Вышних Богу и на земле мир, и в человеках благоволение. То есть явлена милость Божья. Вы представляете, ангелы принесли радостную весть. Кто первый рассказали об Иисусе, кто первый засвидетельствовали в ангеле, это был ангел. Это небесное послание. И он не был угрюмым. Так, пастухи, не бойтесь, все нормально. Радуйтесь. Он был счастливый, этот ангел был радостный. Он был счастливый. Почему? Потому что много угнетенных людей получат свободу. Много больных получат исцеление. Много одиноких получат семьи. И грешники, которые ссыпались в ад каждую минуту, пойдут на небеса. Они не пойдут в погибель. Они пойдут на небеса. А почему? Потому что с небес пришел Спаситель. Евангелие. Это радостная весть. Если ты хочешь быть радостным, и ты думаешь, что-то мне так нерадостно, и в церкви что-то так нерадостно. Так иди и проповедуй Евангелие. Ты будешь самым счастливым человеком. Ты будешь приходить в церковь, как прожектор светящийся. Друзья, что вы все такие печальные, вы будете говорить. Что вы все такие печальные? Однажды в Москве, я там учился в библейской школе, когда был молодым, по-моему, 19 лет мне было, и я ехал в автобусе и часто проповедовал Евангелие. Иногда это начиналось очень сухо. Просто. Ибо так возлюбил Бог мир. Ты здороваешься с людьми и говоришь, что Бог их любит. И говоришь, что Он отдал своего сына. И иногда ты просто начинаешь сухо. Нету такого мощного-мощного помазания. Иногда есть. Иногда оно приходит потом. Но в этот раз ехал один товарищ, непонятно, ну, как бы он не до конца был верующий, просто приходил в церковь, но ему все нравилось. Все, что в церкви происходит, ему все нравилось. И он такой на позитиве был. И вот я стою просто, это было так поздно уже, вечер, людей было мало в транспорте. И я в Москве такое проповедую, в автобусе говорю, добрый день, дорогие люди. Бог любит вас, придите к Нему, Он ждет вас. И знаете, и люди, вот просто, такая реакция была странная. Они все так как бы, как сидели, так и сидели, каждый так смотрел в окно. Вот так отвернулся. И просто, знаете, как будто им скучно. А этот брат не выдержал такой, говорит, люди, что вы все такие печальные, что вы все такие угрюмые сидите, радуйтесь. Он начал их подбадривать стал. Я вам скажу, каждый раз, когда верующий делится Евангелем, то есть он говорит об Иисусе, что такое проповедь Евангелия. Вы знаете, что иногда это даже не слова. О, Иисус любит тебя. Иногда это просто какое-то действие. Например, рядом с вами человек, который, вот на работе, вы вышли на работе, работаете, и вдруг говорит товарищ, например, слушай, температура, чувствую жар, чувствую, ломит все. Ты просто можешь подойти к Нему и предложить помолиться. Ты же верующий. Тебе, Иисус, ты можешь просто предложить Ему помолиться, сказать, можно я помолюсь за тебя, и Бог тебя исцелит. И Он скажет, ну помолись. Ты можешь возложить руку и помолиться, и Бог его исцелит. И когда Бог его исцелит, у него появятся вопросы. Он уже думал, что он поедет домой, он возьмет больничный или что-то, а Бог его исцелил. Ему не надо болеть. И тогда ты можешь рассказывать Ему об Иисусе. Есть очень много способов, как явить Христа. И если мы участвуем в этом, то Бог, Он никогда за Ним, как говорится, не встанет дело. Он всегда поделится этой радостью. Ты будешь самым радостным человеком. После проповеди Евангелия всегда радость сердца. Всегда такая сильно-сильно радость. И вот многие верующие, просто как бы верующие, они тебя не поймут. Ты будешь говорить, это так здорово, просто рассказать об Иисусе, просто человека направить к Богу. Это такая радость. И мы это можем делать по-разному, абсолютно по-разному. Евангелие напрямую касается каждого человека. Итак, Евангелие – ответ на три наши сферы. Три наших сферы касаются Евангелия. Первое – это Дух. Когда человек слышит об Иисусе, ему предлагают, хочешь ли ты помолиться и обратиться к Богу? Хочешь ли ты покаяться? И человек думает, а что бы нет? Что бы не помолиться и не попросить у Бога прощения? Он выслушал все. И человек начинает обращаться к Богу. Что с человеком происходит? Он рождается свыше. Смотрите, Евангелие ответил нам на духовный поиск его. Решило духовную проблему. Иоанна 5, 24 говорится. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня и имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Вот она радость. Вот она радость. Ты на суд не приходишь. Ты не придешь на суд за все свои грехи. Очень многие люди придут на суд за все свои грехи. Очень многие люди будут на этом суде страшным. Но если ты веришь в Иисуса, если ты принял Иисуса Христа в свое сердце, как личного Господа и Спасителя, как Слово Божие здесь говорит, что слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Он не приходит на суд, потому что Иисус был на суде за Него. Но Он, а куда Он приходит? А Он приходит в жизнь вечную. Так подожди. То есть, ты грешил? Да, я грешил. И ты на суд не приходишь. То есть, ты безнаказанный остаешься? Человек говорит, нет, наказан был Иисус за Меня. Я, а куда ты пойдешь? И я пойду на небеса. Почему? Потому что Бог любит меня. И все. Я верю в Его любовь. Вот она радость. У Евангелия нету тупика. Если у тебя проблема в духе, Бог решит эту проблему. Если у тебя в душе проблема, Он и эту проблему решит. Если у тебя проблема в теле, Он и эту проблему решит. Евангелие не касается только грехов. Евангелие касается всех сфер человека. Послушайте, когда Петр, написано, всю ночь ловил рыбу. Знаете, что это значит? Всю ночь. Всю ночь. Закидывать и делать одно и то же действие. И ничего не поймал. И под утро пришел Иисус и говорит, Петр, закинь справа. Да, у Петра была проблема, но он закинул. Он закинул сеть. А вытащить ее, то, как он всю ночь вытаскивал, уже не мог. Почему? Потому что сети прорывались от пойманного улова. Знаете, что Петр услышал? Он услышал Евангелие. Он услышал радостную весть. И Иисус восполнил его физическую нужду. Физическую. Было столько рыбы, что когда они наполняли, написано, что они позвали друзей. Петр позвал друзей, чтобы еще одна лодка приплыла. Потому что рыбу в сеть было не вытащить. И они наполнили обе лодки, так что лодки начинали тонуть. Иисус сказал ему Евангелие. В физическом мире Евангелие решило проблему. У него была проблема. Он ничего не поймал. Он ничего не поймал. Он ничего не заработал. Многие работают для дырявого кошелька. Вы что, хотите так жить? Многие учатся для дырявого кошелька. Многие работают для дырявого кошелька. Многие женятся, чтобы потом развестись. Вы что, хотите так жить? Вам нужен Иисус. Вам нужна радостная весть. Душа. Бог касается своим посланием. Евангелие – это радостная весть об Иисусе. Он касается души. Как? 1 Петра 2, 24. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Почему одни люди исцеляются? Почему имели непрощение, имели обиду и исцелились? Потому что они поверили Евангелию, поверили Слову Божьему и получили исцеление от души. Вы знаете, сколько людей, находясь в красивых телах, красиво одетых в телах, имеют такую боль внутри, в душе. Их обманули, надругались, кинули, бросили, предали. И никто не может эту боль забрать. Никто. Он ходит с этой болью. Он ложится спать и просыпается с этой болью. Тебе нужна Евангелие. Тебе нужно, чтобы услышать весть об Иисусе. И эта проблема решится за одно мгновение. Пшик и тело. Евангелие также относится к нашему телу. Брат Анатолий показывал иллюстрацию. Дух душа и тела. Это было пророчески. Иисус сказал своим ученикам. Матфея 10, 8. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Иисус сам ходил и проповедовал. Для чего? Чтобы показать, как ученикам это делать дальше. Он проповедовал Евангелие. Вы знаете, что Евангелие – это ответ на нашу нужду? Когда Вартимей был слепой, Евангелие для него заключалось в глазах. В зрячих глазах. И он получил это. Потому что, когда Иисус спросил, чего ты хочешь? Он сказал, я хочу видеть. Я хочу видеть, как все. Я слепой. Я проклятый. Иисус сказал, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом. Радостная весть. Вартимей услышал Евангелие. Он был радостный. Он был радостный. Когда ты получаешь исцеление, ты не можешь быть печальным. Ты печальный, когда ты без Бога. Дальше. Хотя же проповедуйте, что приблизило Царство Небесное. Больных исцеляйте. Прокаженных очищайте. Мертвых воскрешайте. Бесов изгоняйте. Даром получили. Даром давайте. Смотрите. Иисус говорит. Заботьтесь о людях. Заботьтесь о духе. Заботьтесь о душе. И заботитесь о теле. Он посылает их на проповедь. И говорит. Делайте вот это. Делайте. И знаете, когда Иисус проповедовал Евангелие. Каким образом? Он делал чудеса. К нему подошли. Вышестоящие. Босы. Как они себе думали. И спросили. Чьей властью ты это делаешь? Они видели, что есть. В Евангелии есть власть. Есть сила. Что происходят перемены с людьми. Когда человек встречается с Евангелем. Его жизнь меняется. И сегодня нам нужно встретиться с Евангелием. Нам нужно встретиться с радостной вестью об Иисусе. Может быть тебе говорили, что Евангелие относится только к грехам. Я вам скажу, что жизнь с Богом это не просто Господи помилуй. Господи прости. Господи помилуй и Господи прости. Евангелие. Жизнь с Богом это радостная жизнь. От чего? От того, что Бог для нас сделал. Если я, представьте. Я понимаю, что я заслуживаю ада. И я должен пойти в ад. Но вдруг я не иду в ад. У меня радость. Евангелие меняет жизнь человека благодаря силе. Иногда мы думаем, что я скажу такого особенного вот этому особенному человеку. Послушайте. Наша задача говорить. Когда мы говорим, к этим словам присоединяется сила, которая проникает в сердце. Даже если это скала перед тобой стоит. Даже если это гранитная скала, слово, которое ты говоришь, Дух Святой донесет. И Он продырявит эту скалу, как масло. Как нож в масло вот так войдет. Потому что Слово Божье проникает до разделения духа. До разделения составов и мозгов. Судит помышления, намерения сердечные. Слово Божье проникает. Когда мы говорим человеку об Иисусе, Дух Святой подключается к этому. И Он совершает чудеса. Он исцеляет людей. И Он благословляет людей. Вы можете рассказывать человеку о том, что Иисус сделал для вас. Чтобы они на вашем примере видели, что Бог есть, Бог живой. И Бог любит человека и заботится, чтобы в жизни человека все было в порядке. Хочет ли Бог, чтобы в нашей жизни все было в порядке? Да. Именно поэтому Иисус пришел. Именно поэтому, если бы Бог не хотел, Он бы не сказал Петру, закидывай и вытаскивай. Петр бы так и остался бы с пустым ловом. Так же он прошел бы мимо Вартемея. Но Вартемей, из-за не меня ты проклят. Ты просто, а твоя проблема, что ты просто не в той семье родился. Знаете, многие люди говорят или думают, почему я в такой семье родился? Почему у меня такая мать или такой отец? Почему я не родился там в другой семье, в благополучной? Послушай, Бог тебе сегодня предлагает родиться от Него и в Его семье. И если ты способен поверить в это, то это чудо произойдет с тобой. Ты родишься от Бога. Бог будет твоим отцом. Он не будет твоим судьей, он будет твоим отцом. А кем станешь ты? Ты станешь любимым его ребенком, любимчиком. Но это определенный процесс. Тебе нужно обращаться к Богу. И как брат сказал, с искренним Бог искренно, а с лукавым по лукавству. Кто такой лукавый человек? Тот, который не доверяет до конца. Тот, который еще играет с грехом. Знаете, человек, который был в аду на экскурсии, Бог брал его, чтобы потом он рассказал другим об этом ужасном месте мучения. Он сказал такую вещь, что только на земле люди могут играть с огнем. Там огонь их жжет, и они мучаются. Только на земле люди играют с грехом, играют с огнем. Играют. Не играй с этим. Это опасно. Это повлияет, может, на всю твою вечность. Поэтому сегодня, если ты и твое сердце касается Слова Божьего, открой его для Христа. Покайся и приди к Иисусу. Потому что это несравненная жизнь. Никто не говорит, что ты будешь каждый день смеяться. Но каждый день будет радостным. Почему? От осознания, что бы могло с тобой быть, и что с тобой произошло. Произошло чудо. Неужели ты хочешь прожить эту жизнь просто так? Неужели ты себе не задаешь вопросы, для чего я здесь и кто я? Какая цель моего здесь нахождения на земле? Неужели эти вопросы не приходят к тебе? Неужели не приходят к тебе вопросы, когда я умру, что дальше? Не отгоняй эти вопросы. Эти вопросы подвигают тебя серьезно, обдуманно обратиться к Богу. Каждому человеку нужно обратиться к Богу, иначе беда. Каждому человеку. Вы же не будете удивляться, если я скажу. Каждому человеку необходимо дышать кислородом. Это норма, все будут кивать, говорить, да. Каждому человеку нужно спать по ночам. А не колобродить и не сидеть в экране. Каждому человеку нужно пить чистую воду. Это все естественные вещи для поддержания нашего физического тела. Это тот самый-самый-самый экстренный минимум, что нам нужно делать. Что нужно для нас, для души, для вот этих вопросов, чтобы мне найти ответы? Что мне нужно? Мне нужно услышать Бога. Мне нужно услышать Евангелие. И когда ангел пришел, он сказал, радуйтесь, не бойтесь, радуйтесь. Радость всегда будет сопровождать тебя. Потому что это цель Евангелия, сделать тебя радостным. В каждой сфере, в какой будет появляться проблема, будет приходить победа. Бог хочет благословить тебя и через тебя благословить очень многих людей. Почему? Потому что они все обращаются к Нему. И Бог уже выбирает, кого куда послать. Кто кому может помочь. Поэтому Бог и направил Ананию, пророка Ананию, чтобы тот пришел и помолился за Савла. Он пришел к нему и говорит, иди и помолись. Он говорит, я не пойду. Он убивал верующих. Он говорит, иди, он сейчас молится. Видите, Бог всегда кого-то посылает. Он человека посылает к человеку. Чтобы тот человек, который имеет Евангелие, имеет знание об Иисусе. Иисус, Иисус имеет ответы на все наши вопросы. На все наши нужды. Когда мы говорим Евангелие, мы не говорим, приди в нашу церковь. Мы говорим, обратись к Иисусу. Приди к Иисусу. Если человек пришел в церковь, это хорошо. Это как следствие того, что он встретился с Богом. И ему хочется иметь большую семью и общаться с братьями и сестрами. Поэтому, дорогие друзья, если вам скучно, знайте, где-то вы непослушны. Послушание, печаль, это последствия нашего непослушания.